что ребят всем привет я на самом деле рад если честно закрывать сегодняшний трек это дефес закрывать да это вообще очень большая часть и я рад видеть вас так много здесь сегодня это очень здорово это очень круто вообще я обожаю все фронт-энд сообщества и всегда постараюсь их принимать участие развивать их как по возможности и сегодня мой доклад будет про ssr в ряк-приложения и я уверяю вас что это просто и я сейчас расскажу почему но прежде чем я расскажу я немножко должен рассказать про себя кто я такой почему я здесь стою мне зовут зар захаров и я юай девелопер это нынче новое модное слово так что забудьте все что вы фронт-энд разработчики вы теперь юай девелопера все потому что мы разрабатываем его интерфейсы и приводим их в жизнь всем этим делом я занимаюсь где-то с 2006 года и моя любимая самая байка про то что и когда я начинал вообще заниматься этим делом в интернете ходили такие статьи с заголовками блочная верстка миф или реальность да действительно тогда не верстали блоком завер стали таблицами а про блочную было очень много вопросов и вообще в принципе возможно ли это я сейчас работаю команде grid dynamics это аутсорс компания которая работает с крупными американскими клиентами такими как apple nike и многими другими там в общем у нас все очень классно здорово потому что все настроено именно на зарубежный зарубежных заказчиков а также у меня есть свои личные я не назову это курсами я называю это марафонами и все кто проходит их это мои марафонцы небольшие такие вот марафоны где мы обучаемся джаваскрипту и реакту это они проходят трехнедельном четырехнедельном формате и в данном случае люди узнают именно на практике те или иные курсы но об этом и можно поговорить отдельно но что касательно марафонов как я сказал у меня мы изучаем реакт это было вообще 100 чего начинала начинались эти марафоны есть марафон по джаваскрипту есть очень интересный марафон который сейчас опять таки в очередной раз будет трансформироваться это джав джесс марафон про эдишн там мы пишем онлайн игру на канвасе и так далее и есть марафон такой более серьезный это react pro special edition или просто на реакт про это марафон уже больше нацелен на именно на такой как бы разработку каких-то серьезных приложений где мы с нуля собираем в пак type script тесты и много 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 другое и в этом марафоне я ученикам давал сервер сайт рендеринг именно когда я его давала когда я готовился к этому материалу я понял что в интернете почему-то ничего нормального не пишут и сам он непонятно почему и в общем то ну я эту информацию дал и теперь я подумал что надо все оформить в некий небольшой докладе ки рассказать вам чтобы вы понимали вообще к чему это стремится и зачем это нам нужно но для начала давайте разберемся зачем нам вообще ссср как как кто думает зачем нам нужен ссср сео да это на самом деле а это на самом деле одна из самых важных моментов то что да действительно села это то о чем вообще говорят первое и конечно же еще но тут есть производительность как вы думаете для чего-то еще может быть нам полезен ссср наверное наверное это две главные составляющие юзер экспириенс но сомнительно юзер экспириенс это можно это можно отнести к перфомансу мне кажется производительности хорошо а для кого нам могут быть полезны и ссср ну вот ваши мысли к кому marketplace ну да наверно и коммерс да да точно и коммерс это очень хорошая для кого-то еще может быть полезен ссср контента что что значит контент площадки новостные ресурсы ну блоги да да в принципе согласен блоге кто-то еще какие-то еще есть идеи в банках я думаю что банки нет потому что банк все-таки имеют некие авторизованные зоны и нужно понимать что вообще нужно понимать то есть если вы пришли за чем-то конкретным на сайт вы будете ждать и 3 и 6 и 10 секунд если вам обязательно нужна информация я думаю что если вы заходите в банк вы готовы ждать сколько угодно потому что вам надо увидеть сколько у вас денег на счету но поэтому банки я не думаю что прямым так очень нужны ссср но в принципе возможно а еще статика вот до лендинги действительно лендинг печь это тоже очень хороший момент где ссср действительно нужен так вот а вообще вообще ссср это что это сервер сайт рендеринг да то есть можно понять что что-то рендерится на сервере и давайте прежде чем мы перейдем вообще к самой теме мы разберем некую темологию который может здесь звучать во первых статик рендер есть статические статические рендеры вообще в принципе раньше ну давно 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 сайты так и делались у нас все было уже от отрендерена да то есть все уже собраны все что мелки все циски соответственно к ним но подключаясь уже в в режиме real time но все равно все все что мы были собраны каждой странице мы знали все что мелким их не генерили каким-то там в рантайме да то есть не генерили динамически это называл статический рендер также есть csr да такое вот значение вы можете его узнать и вообще в принципе мало ли на собеседнику спрашивать это клайн сайт рендеринг это как раз те самые наши знаменитые react приложение view angular и прочее все вот спа относится к лайн сайт рендерингу да то есть мы все генерим на клиенте также есть ссср это сервер сайт рендеринг и конечно же есть гидрация так называемая гидрация это что такое это как раз мы объединяем 22 клан сайт рендеринг и сервер сайт рендеринг объединяем в одно но об этом еще затронем тему есть такие значения как ттсвб да это time to first bite непосредственно время между кликом посылки и поступлением первого фрагмента содержимого то есть это значение нам может пригодиться также есть fp это first paint то есть когда в общем мы увидим что-то вообще первый раз пользовались становится видеть как у виден какой-то любой пиксель есть непосредственно фи спи это first content paint это пи первая содержательная отрисовка то есть время первого отображения запрашиваем содержимого например какой-нибудь статьи и последний это ттай до time to interactive это соответственно время когда наша страница готова и мы готовы уже с ней взаимодействовать окей но давайте прежде чем мы поговорим о сервер сайт рендеринге мы поговорим о том как вообще браузер рендерить страницу мы не будем углубляться туда вообще в самый глубь я потом предоставлю вам все ссылки на разные статьи которыми я благодаря которым я тоже готовился и там будет очень много интересной информации и я вам советую нас с этим прочитать потому что понимание того как устроен интернет вам поможет в дальнейшем развивать развиваться как специалист так вот смотрите если мы предположим возьмем вот такую простую страничку на которой есть просто div какой-то h1 и блок то что происходит в браузере первым делом он конечно делает запрос куда-то и получает ответ и вот контент type который говорит текст html да и говорит в каком формате нам надо давать и как раз и говорит о том что мы получаем что нам страничку и когда и что на страничка и он не сделал запрос и и получил дальше вступает render дальше должен отрендерить наш дом наши дом дерева и в общем-то как она рендерится ну вначале у нас к вендерится за главный и посредством наш дом узел это что мэл что мэл элемент после него рендерится хэд и боди соответственно хэд и боди разделяются еще у нас делятся на две ветки например в хэде у нас есть title и link а в боди у нас есть там div и скрипт это скрипт который в общем мы там подгружаем div свою очередь делится еще на два узла и он делит наш один и параграф как раз который мы только что с вами видели и непосредственно после этого уже отображается но доски тех текстовый но доски элемента и вот все здорово мы получили с вами дом дерева а теперь встал вопрос о том а как же нам покнул его превратить в красивую в красивые значения для этого существует css но css тоже рендерится особенно он у него есть сом дерево это тоже очень важное значение которое непосредственно начинает рендерить и заметьте что вот у нас есть что мы у него написаны какие-то стиле после что мэл у нас есть боди которые тоже написано и когда мы делаем боди у нас отображается div и заметьте что я здесь специально выделил белым цветом фонт сайс это он наследуется от боди да то есть как бы идет его унаследование и вот полуди боди у на див у нас располагает открывает еще два непосредственно элементы которые надо отрисовать это h1 и п причем мы п в данном случае дадим дисплей нам и заметьте что color и фонт сайси равно он возьмет из родителя и и так далее и если говорить если говорить о том как браузер потом начинает все это соединять он начинает html сравнивать с сом да то есть он их складывает и отрендеривает только те элементы которые непосредственно сейчас нам нужны и важны и вот получается вот такая вот история это все что мы все что видит браузер и он это отрендер окей с рендером мы разобрались то есть давайте поговорим о single page теперь application что что с ним не так и вообще что к чему мы привыкли то есть мы вообще привыкли к тому что single page application это простая что мало страничка который может одержать какой-то title причем он скорее всего будет один на все вообще на весь на весь спа и у нас есть какой-то рутовый див да чаще всего принято его называть просто root который в который и будет отрендериваться весь наш элемент но если мы говорим с вами о каком-нибудь там отображение того же самого там seo то мы знаем что для seo это будет абсолютно бесполезная страница потому что seo зайдет на эту страницу посмотрит что здесь и здесь ничего нет никакого контента до ходят слухи о том что google вроде бы как старается рендерить спашки но это достаточно длительный процесс для гугла и а у поисковых роботов и очень ограниченное количество времени на определенную страницу поэтому очень часто бывает что непосредственно когда как поисковый робот заходит он не всегда может там проиндексировать все и вообще в принципе слухи пока ходят но доказательств пока мы не получили о том действительно ли google может индексировать single page application или нет но про яндекс я к сожалению ничего не знаю они по моему об этом ничего не говорили но вот так вот выглядит непосредственно single page application а мы хотим видеть что-то подобное до подобного рода где у нас от рендерина уже все стили непосредственно заголовки еще что-то чтобы поисковый робот мог зайти все это увидеть и посмотреть но это не только полезно поисковому роботу но и полезно пользователю потому что он сразу увидит контент который непосредственно может которым можно работать так вот client-side rendering как как это вообще происходит давайте на самом про вообще на самом базовом уровне у нас есть клиент который посылает какой-то get запрос за html страничкой и как только он послал запроса что на страничкой он что на страничка отрендерилась виде там скрипты начинаю начинаю начать css подгружать картинки прочее и конечно же нам нас больше всего интересует javascript вот javascript значит отрендерился все хорошо то есть мы загрузили javascript и в этот момент мы начинаем рендерить страницу и только после этого мы с вами увидим какую-то какую-то страницу которую мы запросили и причем вот вот это все время мы будем ждать пока появится какой-то вообще при 1 пи первое отображение то есть на самом деле все сбай появится где-то посередине потому что между что мылом джессом да то есть так как у нас уже что-то что-то появилось но именно конечный dti да мы увидим только после того как случится рендер что же происходит при сервер-сайт рендеринге клиент посылает запрос за html страничкой в этой что на страничке уже содержится все наполненные нам нужны дивы css и так далее и поэтому пользователь видит сразу страницу страницу сайта после чего загружается джесс в потоке и уже там последний этап возможно быть в рендер то есть соответственно здесь происходит первое отображение вообще сайта гораздо раньше и пользователь уже может начать не знаю скролить его смотреть какой-то контент что-то уже видеть возможно даже захочет перейти по какой-нибудь url но но и как бы вот тетя и будет в конце рендера но при этом с байт мы увидим гораздо 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 раньше окей давайте тогда мы возьмем критерия как возьмем react приложение и ссср но возьмем не create react up как это возможно сейчас привыкли все думать возьмем именно создадим свое собственное react приложение давайте немножко подготовимся я на самом деле собрал гитха проект он очень простой гитха пышком северний слэш сср где вы сможете сами себе выкачать этот проект вообще поиграться с просто клиентским рендерингом или же там есть ветка ссср где вы сможете поиграться именно с ссср на рендерингом но так или иначе я собрал самый такой элементарный проект в обход всего кредит react up а потому что кредит react up очень большая на платформа она в себя очень много включает и поэтому нам надо немножечко сейчас пройтись быстренько по ней то есть мы вот увидим вот такой вот если мы сейчас там загрузим и соберем этот проект мы увидим вот такой вот сайт у него две странички простая about где есть какой-то текст и непосредственно заглавный где есть какие-то заголовки и картинки и там и кнопка все это интерактивное заметьте даже я написал некий небольшой параллакс эффект окей структуру моего проекта она вот такая в паблике понятное дело у нас лежит просто фабиконы индекс html здесь ничего папочка скрипт на самом деле отвечает за то чтобы запустить наше приложение на каком-нибудь сервере при помощи ноды то есть этот скрипт все что делает он запускает индекс html и помогает нам загрузить ряк приложение потому что я в данном случае не использовал никакие ни инжинс не апатч серверы грузил там на хероку где мне было достаточно ноды для этого всего вот у нас есть src и я даже немножечко тут вам специально раскрыл что у меня лежит в ассетс их компонентах и в пейджисах ничего такого особенного какие-то общие компоненты в пейджисах соответственно страницы но в ассетс их картинки и есть tsconfig я использовал у себя в эпаке tsloader потому что его проще всего было настроить с чем мы с бабелем потому что с бабелем еще надо кучу всего другого подключать куча разных бабель настроек tsconfig в этом плане очень удобен его он позволяет тебе генерить и тайскрипт и джесс и это классно поэтому возможно пользуйтесь если вам вы будете собирать свои собственные проекты и конечно же в по конфиг в бак конфиг немного большой но если вы перейдете в сам гитхаб у меня там специально я вам оставил комментарии под каждым полем чтобы вы понимали что есть что но по сути у нас здесь есть как рендерить что рендерить какими методами рендерить плагины подключены и даже я небольшую оптимизацию подключил в плане того что я разделил все not not модуль из библиотеки вы не вынес в отдельный файлик все свои непосредственно как его файлы которые связаны с моим приложением в отдельно то есть вот у меня поделил начинки окей давайте теперь приступим но прежде чем мы приступим нам нужно с вами завести сервер почему вообще мы говорим про но ну мы говорим о ноде я в принципе все время упоминаю слово ноду потому что сервис а трендеринг говорит о том что нам надо отрендерить страницу на сервере но мы все прекрасно знаем что мы джинкс и apache не поддерживает javascript javascript поддерживает у нас ноды со своим движком в 8 и поэтому нам нужна нода в любом случае мы можем использовать джинкс и apache там для проксирования запросов там и отдавания статики например но для именно для компиляции нашего сервиса и трендеринга нашего пряк приложения нам потребуется что то что может поддерживать javascript а это в данном случае нода я изначально специально не стал брать всем известный framework express потому что я считаю что не стоит его поддерживать и не стоит о нем говорить учитывая что последнего обновления были в мае девятнадцатого года и если говорить о мажорных то вообще еще раньше поэтому мы возьмем что-то поболее более современной более молодежной более новое это я считаю лично хаппи конечно есть фастифай да если ничего не путаю но вот хаппи в целом нас вполне устраивает для того чтобы нам воспользоваться и вообще принципе нам нужно импортировать две библиотеки от хаппи это сам хаппи и инерт инерт это как раз позволяет нам работать с файлами и отдавать эти файлы пас нам нужен я думаю если вы все работали хоть чуть-чуть затрагивали но доски файлы то понимаете что пас это просто возможность указывать именно пути к файлам что что тут еще есть какие какие еще есть переменные которые мне очень надо это порт потому что на сервере должен быть свой порт при разработке мы должны здесь какой-то свой порт вот я в данном случае трехтысячный и я завел некую regexpo в которой есть все перечислены все файлы да там джесс вот css png и так далее вот все что для того чтобы мы могли понять что мы сейчас нам нужно отдать файл или же нам нужно отобразить какой-то контент вот эта настройка это самая простая настройка сервера что нам вообще потребуется ничего сложного здесь нету есть инициализирующая функция которая запускает сервер регистрирует непосредственно инерт для того чтобы мы могли работать с задачей файликов дальше дожидаемся загрузки сервера командой white сервер . старт говорим о том что мы серый запустили но на всякий случай поставили ошибку ну если какие-то процессы упадут чтобы у нас была ошибка ну и запускаем функцию все это все что нам нужно для того чтобы запустить простой сервер на happy все очень просто и я специально ставил комментарий create routing где мы сейчас с вами напишем непосредственно routing routing здесь все очень просто на самом деле нам все что нужно в нашем на нашем но сервере это понимать что сейчас пришел за routing и честь ним что с ним нам надо делать поэтому и простой метод get да мы говорили в самом начале о том что запрашиваем страницу и какой-то хендлер пас заметьте что у меня указан паса звездочки то есть мы все пас вообще любой пас мы будем сюда принимать именно в этом хендлере то есть мы не какой-то конкретный указ им от все проще все-все-все окей первым делом я конечно же попрошу мой сервер отдать мне файлы если они соответствуют той регекс при которой я завел то первым делом я говорю отдай-ка мне все фа не отдавай мне эти файлы то есть ссылаюсь на них и просто простым гетом возвращая их обратно соответственно мой сервер увидит какой-то файл там .png возьмет его url себе соберет его и отдаст мне обратно соответственно у меня не будет ничто потеряно это очень здорово следующим этапом нам нужно с вами обратиться к нашему индекс html файлу причем уже с билджином и индекс html файлом в котором для того чтобы мы могли его прочитать и вот теперь встает вопрос а как же нам отрендерить туда react вообще что для этого слава богу react давно об этом позаботился и все это сделал нам нужно взять react react дом причем заметьте react дом мы берем не клиентский а серверной я взял еще react роут дом потому что у меня есть статьи у меня есть роутинг соответственно нам нужно будет определять роутинг как переключается с между собой страницы и для этого есть static road который позволяет те на сервере понять что какую страницу нужно отобразить и конечно же само приложение об который мы запускаем все соответственно вот мы такой вот результат с вами получим то есть все что нужно взять react дом и у него взять не метод рендер как мы это делаем в обычном обычном react приложение а взять метод render to string которым надо передать наш gsx компонент то есть если бы мы передали без static роута в данном случае это он бы отрисовал баб и постарался бы все выполнить но так как в api у меня используются какие-то моменты связанные именно я использую какие связанные с сервер сервер с роутингом для того чтобы определять какая там какой локейшн для того чтобы показать подчеркнуть меню или нет и так далее поэтому я сразу оборачиваю static road и передаю ему локацию на которой мы находимся то есть раки с . пас не говорит о том какая-то локация и вот дальше вопрос встает окей у нас есть с вами то есть на за нас react дом при помощи рендера to string сделал непосредственно компиляцию сгенерил html q и как нам и теперь вставить в html и тут есть конечно самый простой способ ну во первых в начале нужно взять у нода файл стрим для того чтобы мы могли считать файл да и что-то с ним сделать после чего мы к нему могли бы обратиться к этому файлу да то есть к нашему индекс html указав нужную кодировку после чего просто реплейсом пройтись и заменить div id root на тоже такой же div id root в котором мы встали результаты от от нашего рендер to string в принципе неплохой вариант но возможно он будет долгий и честно признаться когда-то давно когда я работал помню на вообще на заре еще фреймворков появился такой очень классный красный классный либо называется handlebars который позволял нам динамически заменять какой-то контент внутри страницы и это было очень здорово было легко и непринужденно поэтому я решил что здесь я тоже воспользуюсь handlebars им почему бы нет потому что благодаря этому я могу подменять практически любое место которое мне надо то есть я скачаю handlebars дополнительно и мой теперь html обычный будет выглядеть вот таким образом то есть заметьте что здесь я вставил между div id root такое выражение три фигурные скобки контент то есть теперь вот в это место мне будут вставляться html теги то есть в handlebars очень простой синтаксис данном случае две фигуры две фигурные скобки это отображение текста три фигурные скобки отображения что моего элемента все то есть я подменяю наш в паблике наш индекс html для того чтобы рендерить непосредственно там контент после чего я просто при помощи handlebars и говорю смотри мы возьмем наши html который есть то есть мы также прочитали вов через через рид файл са через рид файл и говорю о том что смотри handlebars вот у нас есть возьмем умеет компайл и передадим этот файл скажем это будет твой шаблон вот в этом шаблоне нам надо будет провести какие-то изменения то есть он его проиндексирует найдет вот эти вот наши 33 фигурные скобки или две фигурные скобки и поймет что туда надо будет ставить элемент после чего нам достаточно сделать очень простую функцию то есть handlebars . компайл возвращает нам функцию которая позвала принимает общинцы то есть настройки которым нам надо заменить то есть в случае слова контент да здесь ключ значение контент резалт подменит то что у нас есть контенте в индекс html подменит на резалт таким образом мы например можем подменять тайтлы да то есть мы спокойно можем сказать что вот нам тайтл динамически меняем мы можем например дополнительно создавать какие-то скрипт записывать например глобальные переменные стороны если это надо и так далее и все это подменять непосредственно простыми простым темплейтом то есть объектом который здесь будет расширяться после чего нам эту страницу надо вернуть назад и все и по факту вот этот весь код делает то что он вам генерит сервис сайт рендер причем любая страница будь то там about будь то главная страница нам генерится вначале на сервере html к со всеми его индекс html и так далее и после того как то есть последнее нам то что нам нужно сделать это разбить наш конфиг в паковский на 2 то есть на сервер и client потому что сервис надо обработать по-своему клиента по-своему ну тут на самом деле ничего сложного и я спец то есть вот по факту мы берем копируем клиентский конфиг и немножечко дополняем поля лишь вот этими значениями я в непосредственно в самом самом куктер конфиге отключил всякие оптимизации на деление бандлов и так далее то есть все оставил только то чтобы он обрабатывал тске скрипты и так далее но вот это то что нам потребуется да нам надо говорить что мы генерим теперь но доски да то есть target not мы исключаем все над модули с и при помощи пакета в pack not externals и говорим что входной файл у нас в сервере лежит и генерим нам тоже сервер джесс по факту это все но вот вот он на самом деле намного меньше выглядит чем основной и нам тут не нужен никакого же деф-сервер и так далее и после того как в наш финальный выпак конфиг будет выглядеть таким образом вначале мы собираем сервер потом собираем клан конфиг потому что выпак собирается право налево и по после этого мы можем вы после того как мы выполним команду выпак мы получим вот такой вот собранный файл где у нас есть в билдах у нас лежат все наши джесс скрипты в ассетсах картинки индекс фабикон и сервер джесс все что нам останется это сделать и с вами запустить этот сервис джесс при помощи обычной команды not dist server джесс после чего мы с вами получим наш сервис сайт рендеринг и страницу на сервере давайте чуть-чуть буквально метриков я вам расскажу про метрик за замерю я соответственно когда собрал клиент сайт рендеринг я его выгрузил на отдельный сервер и запросил и заметьте кстати что здесь очень хорошо видно как у нас начале первой строчки до загрузился наш тмэл потом у нас там вендор см и мы и джессом стали подгружаться в потоке там есть еще вон в google шрифты как-то подгрузились так далее картинки начали подгружаться и мы увидели картинку только когда вот проходит красная линия вот то есть увидели вообще наш сайт и на самом деле все это заняло секунду 90 то есть даже такой вот простой сайт который в принципе имеет просто тексты и картинки надо там они достаточно тяжелесные картинки не совсем оптимизированные но все равно загружался секунду 90 в то время как если мы говорим про ssa рендеринг заметьте что мы делали запрос за html и тут сразу у нас прошло пошли грузиться все наши джесски css картинки они пошли уже сразу и мы видим мы увидели картинку намного намного раньше и финал когда мы уже у нас именно тетя и да то есть когда мы можем уже взаимодействие с картинкой встал ну тоже показался много раньше и тут плохо видно но я специально для вас вынес у меня занялся сайт рендеринг на такой простой страничке 867 миллисекунд то есть для такого простого примера даже элементарно вот этот вот отображение очень наверно показательно но какие у нас могут быть проблемы при использовании сфере сайт рендеринга ну во первых одна из самых больших важных проблем то что если мы создаем какой-нибудь не знаю авторизованного пользователя да то есть тут то нам тогда при ну то есть у нас страница авторизованным пользователям она надо для именно для каких-то конкретных все это рендерить то нам придется с вами с первым запросом html ки потому что в куках считать его токен то есть нам нужно будет обязательно декоризацию на куках делать потому что это точно то то что прилетит по крайней мере к нам на сена но но доски сервер и нам придется эти куки считать как-то авторизировать на сервере пользователя понять что что ему надо куда его надо вести и все это обрабатывать делать это конечно увеличит вашу логику написания сервер сайт рендеринга и скорее всего вам придется это делить на блоки на модули и конечно же тестирование другая проблема которая в которой возможно вас ну невозможно можете столкнуться это связано с тем что если мы хотим использовать непосредственно редакс и его store то нам нужно непосредственно этот провайдер подготовить благо для сервиса трендеринга провайдер редаксовский работают точно так же и можно подготовить инициализировать стоит но тут тоже есть много вопросов и связаны эти вопросы что если мы в store храним какие-то наборы карточек и так далее то нам нужно все это сделать то же запрос найти эти карточки все это сделать на сервере потом это не шел стоит подготовить при подготовить и так далее следующая проблема которая конечно же возникает том что я не ее не показал но мы непосредственно когда мы загрузили сервер и мы воспользовались таким методом как рендер то есть вот реактор реак дом . рендер что что произошло в тот момент когда загрузился наш сайт он конечно загрузился он показался мы увидели первый раз картинку потом загрузился джесли в этот момент мы этого конечно не видим но происходит перри рендер всего сайта а это не очень хорошо и для этого как раз существует гидрация когда у нас уже наполнен контент и в реактор доме есть такой метод гидрейт который позволяет вам подменить только то есть включить джескод на уже существующие с компилинный файл и тут есть только одна есть одна задача которую с которой нужно бороться то что ваш сгенерированный что mail файл должен быть идентичен тому что собирается генерить реакт потому что иначе мне будет конфликт он будет не понимать а что же что же произошло не так это будет работать не так правильно как вы бы ожидали то есть ему нужен идентичность мл то есть тот клиент который генерит вашу что мелко должен быть точно похож на то что генерит сервер и тогда у вас это гидрация будет еще будет еще быстрее происходить загрузка потому что вы получили контент и когда джесс подгрузился ему уже не надо будет перерисовывать вам все дом узлы он уже просто подключиться к ним и сделает их непосредственно динамическими о чем можно еще тут говорить о том что на самом деле есть проблема в том что мы возможно у нас более сложное приложение и соответственно нужно как это больше думать о том что надо делать как это делать и и так далее поэтому есть разговор о том что есть уже другие решения которые бы нам могли бы помочь и вот тут вопрос а какие же другие решения есть вы знаете какие-то решения слышали про серый сайт рендеринг от для реактора что next вода next же самое популярное что вообще все знают это next.js говорит вау next.js next.js и так классно но и прежде чем мы перейдем к нежес я хотел бы сказать вам про гэтсби слышали про гэтсби вот гэтсби как раз это как раз фреймворк который позволяет вам на самом деле делать статический рендер помните я вам говорил про статик это то что отрендерится уже будет отрендерена заранее и вам позволит отдавать вообще при помощи гэтсби очень хорошо стоит всякие пва приложение и так далее то есть это очень мощный инструмент и к нему ей ему нужно присмотреться вопросы все в конце да next и тоже я сейчас к нему перейду непосредственно и вот гэтсби позволяет вам все это делать он отрендерит вам все страницы но есть проблема с гэтсби в том что если у вас огромный какой-то сайт там динамический и так далее и вы непосредственно постоянно там меняете посты и прочее если это это постоянно запускать перерендер всех страниц но это может быть очень накладно в этом плане нам бы как раз помог бы обычный стерео сайт рендеринг с кешированием и в этом плане у нас бы было бы намного все проще и элегантно вот гэтсби я вам настоятельно советую посмотреть на него вплоть до того что там обещает что можно туда написать не зная кода и будет работать но это конечно нужно проверять ну и конечно же next gs да о нем все говорят он хоть он и существует уже очень давно но взлетел он наверно в последнее время и он сейчас активно меняется но снег с есть одна большая проблема в том что next gs это огромный фреймворк даже написано react фреймворк а насколько мы все думаю знаем помним react это юла библиотека это не фреймворк это юла библиотека и только благодаря редакцию роутингу и прочим разным библиотекам мы превращаем это все в огромный фреймворк но так или иначе react это все-таки юать библиотека который позволяет вам работать с юаем а вот next это огромный фреймворк со своими уже непосредственно роутингом со своими какие-то подходами со своей архитектурой который нужно преследовать и надо признать что одна ну я просто работал с next gs мы причем делали огромный проект связаны именно с в общем аналог циана где мы можем бронировать квартиры вы покупать квартиры смотреть квартиры и вот ребята в свое время когда у когда им сказали нам нужен нам нужно хорошее села нужно сервис от рендеринг ребята недолго думая услышали слова next где-то на задворках и такие вау надо next короче брать и вот сейчас мы значит возьмем тоже на какой-то конференции рассказывали про next они поняли что next это классно они взяли next и с next там поначалу было все ничего но потом чем больше становится сайт чем сложнее снаю структуру тем сложнее нам становятся поддерживать этот я уж не говорю о том что им пришлось переписывать под next их текущее приложение под архитектуру next для того чтобы все отображалось в общем когда там с next он работали там он тогда правда еще была не самая последняя версия сейчас вроде они какие-то вещи по оптимизировали сделали сделали лучше но так или иначе мы сталкивались проблемами тем что очень часто там может происходить двойная двойной рендеринг и на сервере и на клиенте приходилось оставлять кучи ифов смотреть атак атака косяк в общем проблем было немало и в какой-то момент ну я уже не работал этой компании я решил собрать себе лендинг я подумал мне нужен лендинг моего сайта для того чтобы у его обязательно нашли поисковики и посмотрели я такой подумал ok возьму next вот сейчас прям возьму next и соберу я вкатил next действительно установка next а все лишь пару кликов у меня завел завелся сайт я сделал себе первую страницу и подумал о том что вот это классно вот это вообще прогрессивная прогрессивная разработка это здорово но потом спустя время мне потребовалось собрать отдельную страницу как на моем же сайте просто слышь какая-то другая которая не имеет вообще никаким образом никакого отношения к первой странице она не связана стилями не связана ничем она вообще совсем другая и тут я наткнулся на то что мне пришлось идти в документацию начать читать как же это все сделать как все это поделить как это все убрать как мне не подключать лишние страницы и это оказалось настолько сложно нас как именно сложно в плане трудозатрат то есть это было очень долго по времени что я в какой-то момент плюнул и просто написал вот этот простой сервис сайт рендеринг за полчаса и вкатил себе и у меня любая страница показа отображается так как мне надо делать то что мне надо я управляю сам своим процессом я говорю когда мне что надо и так далее и вот именно в этом плане мне например мой личный до сервис сайт рендеринг помог в отличие от некст а который должен был быть вроде бы в помощь но он притащил с собой столько много библиотек что прямо уже и немыслимо хотя конечно безусловно на их же умудряется делить там и и делает так же как гэтсби подготавливать странички и у него есть и static рендер и как раз и гидрация и прочее то есть это все включено но тут нужно понимать за что вам надо и мой совет наверно таков что если вы пытаетесь собрать новый проект большой проект одну вы значим быть большой и вам нужен будет сервис сайт то конечно next вы пожалуйста берите и наверное используйте если же у вас есть уже какой-то готовый сайт и вам нужен сервис сайт рендеринг а вот вы ну не знаете что то есть переводить на next это будет долго мучительно то наверное легче будет собрать непосредственно свой сервис сайт рендеринг и конечно перформанс да мы говорили о перформансе он по конечно вам помогает ускоряет но это не совсем не совсем панацея потому что конечно надо говорить о том что надо разделяется там картинки разделяется непосредственно джесс файлы ускорить css и прочее все это нужно будет как-то делить на чанки lazy loading тот же самый в реакции все это нужно будет каким-то образом усовершенствовать приложение если у вас ей она там есть проблемы с производительностью но один из моментов именно сервис сайт рендеринг то что он вам обязательно поможет то есть если даже вы все это сделали то поверьте что сервис сайт рендеринг вам сделает все намного быстрее и доступнее пользователю в общем то и на этом я могу завершить свою презентацию и сказать о том что нужно обязательно обязательно думать что вы делаете не просто гнаться за хайпом и слы вы услышали модное молодежно словно джесс классно вперед нет пожалуйста думайте что какой вы сделали проект к что что именно вы собираетесь из него вытащите что вам нужно для чего вам нужен сервис сайт рендеринг хорошо там для seo ли для этого и где это возможно лучше сделать и после этого принимаете решение но а в этом докладе надеюсь что я вам показал что сервис сайт рендеринг на ноде это несложно и пишется это если лишь пару строчек